Виталий Шкляров Виталий Шкляров Виталий, спасибо, что согласились с нами встретиться. Первый вопрос. Как Беларусь смог попасть в большую мировую политику? Вы знаете, чем больше живу, тем все больше удивляюсь. Вы не представляете, какое огромное количество талантливых беларусов в мировом чем-то. И в IT, и в политике, и в искусстве музыкантов. Поэтому ничего удивительного нет. У нас очень креативный, талантливый народ и самое главное пробивной. Так получилось. Я много занимался политикой, интересовался, учился, докторскую защищал. И много работал, соответственно. А как любой беларус, который много работает, всегда что-то можно добиться. Как вот из Гомеля вы попали в Вашингтон? Из Гомеля я попал вначале в Германию учиться, как один из победителей Олимпиады. У меня неплохой был немецкий. Учился в университете, потом кандидатскую защищал. Жил, соответственно, между Беларусью и Германией. Начал работать в политике в Германии вначале. И потом вот с таким определенным шумом вокруг Обамы и сменой политической риторики. Ведь что случилось? Обама изменил сам политический процесс немножко и придал немножко краски политике. Он сделал ее, как американцы любят говорить, секси. То есть он сделал ее интересной для молодежи. Впервые молодежь в 2008 году огромными количествами пришла на выборы. И впервые почувствовала даже в Америке, что выборы важные и интересные. И я тоже, вдохновившись размахом и интересом к тому политическому процессу, который на данный момент происходил в Америке, просто рванул посмотреть, как это. И это было достаточно не тяжело сделать. А приехав, начал волонтерить, помогать. И то есть вот прошли годы, и это тоже дает какие-то результаты. Поэтому совершенно ничего обычного нет. Это путь, мне кажется, любого человека, любого стартапа, любого человека, который начинает предпринимательством заниматься. То же самое. Просто это свой очень-очень узкий круг предпринимательства. Политический процесс, политика. А вот Обама совсем скоро уйдет уже в историю с поста президента. А что вас больше всего удивило во время работы в его штабе? Вы знаете, очень удивила открытость штаба. Невероятная вовлеченность людей, американцев в политику. То есть для нас это просто что-то невообразимое. Это можно было бы сравнить, как у нас... Это даже какой-то культурный, ментальный отпечаток у них. Может быть, исторически сложившийся. Вот как у нас, наверное, любят ходить на масленицу, либо на купальню, либо купалу праздновать, либо окунаться в прорубь. Это какой-то ментальный, этнический опыт. Американцы любят ходить на выборы. Сама система себя очищает. Меня это очень вдохновило. Это такой бизнес-подход к политике. Ты можешь пройти, избраться, даже с черными технологиями, как и везде в мире. Но не исполнив какие-то обещания, или поведя себя неправильно, либо не работая хоть отчасти немного на благо своего электората, либо своей школы, либо своего города, ты просто не переизберешься. И самое главное, люди финансово поддерживают кандидата. Ведь в Америке начинаются выборы с нуля. То есть нету ни госфинансирования, ничего. Просто каждый человек с своими маленькими пожертвованиями поддерживает ту повестку того кандидата, который репрезентирует, представляет его интересы. А как здесь провести грань между пожертвованием и подкупом? Все-таки большие корпорации тоже участвовать могут в этом процессе пожертвовать? Да, есть специфика, есть определенный лимит, которым можно жертвовать. Это 2700 долларов в один избирательный цикл. То есть физическое лицо больше не имеет права жертвовать. Но как человек, который знает эту систему изнутри, очень хорошо, я скажу, что есть дырки и бреши в этой системе. И можно через другим форматом жертвовать огромные суммы. То есть она не идеальна тоже, совершенно верно. Если говорить с философской точки зрения, можно поставить между словом «деньги» политика и избирательная компания «знаки равенства» и поставить даже подкуп. Потому что фактически кто-то, лоббируя свои интересы, подкупает, либо помогает этому кандидату выиграть выборы. А на что вот эти вот все деньги, собранные кандидатами, идут? В Америке специфичная избирательная компания до сих пор очень огромную роль, порядка 40% бюджета съедает телереклама. Соответственно, большая часть бюджета уходит на консалтевые компании, советников и, собственно, производство телероликов. Там это еще работает. В Европе, допустим, уже не сильно работает. У нас, кстати, тоже не сильно работает. Но это вот такой специфичный рынок. Вторая большая часть денег уходит на полевую работу, которая на самом деле самая важная. То есть выигрывает поле всегда, телевизор тоже, но поле, поле – это значит работа с людьми напрямую. Где-то в Америке всегда речь идет на выборах о электорате в 10, 12, 13%. Все остальные, поскольку это двухпартийная система, сложившаяся годами, столетиями, все остальные либо на правой стороне, либо на левой, то есть либо республиканцы, либо демократы, а вот 10-15% людей, называемые неопределившиеся, они в зависимости от настроения, от кандидата, от повестки могут колебаться то в одну, то в другую сторону. Соответственно, весь фокус избирательной кампании практически настроен найти 10-12% людей, которых каждый пытается перетянуть на свою сторону. А вот в целом, если вот сейчас оценивать президентскую гонку в США, она идет более скандально, чем прошлое? Там и переписка, и здоровье Хиллари Квейт. Ну и господин Трамп чего стоит, конечно. Это очень интересный выбор. Эта компания, по-моему, очень такой большой претендент в истории американских выборов и сильно отличается от предыдущих избирательных кампаний и скандальностью, и накалом страстей, и полярностью политических взглядов, и тем, что мы видим различных разоблачений, взломов хакеров, каких-то... Вы знаете, буквально на днях Харпинг-Пост выпустила 10 причин. Очень большое. Два либеральных знаменитых журналиста написали, вот что же 10 причин, какие 10 причин, почему у Трампа все так получается. То есть, судя по всему, начали сливать хиллари. И чтобы мы могли подумать, первая причина успеха Трампа они называют, к примеру, СМИ, а второй Россию. То есть, вдруг электоральный накал перешел уже на внешнюю политику и на санкции, и на Россию. То есть, эти выборы очень специфичны и интересны во многих ракурсах. Мы очень часто ориентируемся на западные избирательные стандарты, а вот вы по долгу своей службы, по роду своей профессии сталкивались с какими-то, как вы сказали, черные методы в политике. Есть тоже дырки в системе выборов, как умеючи, знаючи, можно, грубо говоря, процесс подтягивать эту резину, тянуть это одеяло на себя. Система суперделегатов, либо выборщиков, она не то, что нечестна, она очень странно сделана, то есть, где не большинство электората определяет большинство, соответственно, пропорционально выборщиков, а там система номинаций. Назвать это там супердемократичным процессом тоже нельзя. А каким образом на Западе манипулируют мнением избирателей? Вы знаете, если говорить о манипуляции, она, естественно, присутствует, это только на уровне риторики. То есть, это негативная реклама, это, соответственно, специальным образом заточенная риторика таким макаром и посылом, чтобы человека зарядить эмоционально, там, негативно или позитивно с определенной целью. То есть, это зачастую личностные какие-то истории, которые достаются. То есть, вот кто-то там с кем-то где-то, извините, изменил, переспал или там курил, может быть, в юности травку. То есть, вот на этом уровне, то есть, это больше, как в терминах политологии, политтехнологии, это такое оппозиционный ресерч, то есть, это больше ресерч про кандидата и вымывание там какого-то или грязного белья, либо трактовка его пунктов программы на свой лад. Это, собственно, тоже своеобразный, можно сказать, обман, а можно сказать, это риторика. А вы используете такие инструменты? Ну, конечно, вы же, смотрите, роль политтехнолога в чем? Найти сильные места своего кандидата, это как психолог, вы должны найти или маркетолог. Тут, похоже, очень часто сравниваю избирательную компанию со стартапом. Ты находишь нишу в рынке, придумаешь продукт, который бы вот в эту нишу попал, и вот этот запрос, либо этот спрос как-то удовлетворил. И продаешь его нужным образом, чтобы максимальное количество людей этот продукт купило. В политике точно так же. А если бы из Беларуси поступило предложение поучаствовать в политической компании, вы бы откликнулись? Ну, конечно, с удовольствием. Это же моя родина, моя страна. Здесь тоже надо что-то делать. Мне было бы это безумно интересно, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, здесь же все понятно. У нас сильная власть. Здесь большой надобности в сильных компаниях нет. То есть расстановка сил другая просто. Это как в сильную футбольную команду привести еще одного относительно сильного игрока. Но она уже есть сильная. То есть она уже и так играет. А в чем, на ваш взгляд, сила действующей власти в Беларуси? Она зациклена в силе президента. Сам президент, глава страны, носит очень сильный эмоциональный и политический заряд. И вот на нем зациклена вся и сила администрации и, соответственно, государства. Для меня феномен Александра Григорьевича заключается и самая его большая сила, и заслуга, прежде всего, как для человека, который большой патриот. Для меня самая главная заслуга нашего президента, это то, что он смог, несмотря на распад Советского Союза, на большие проблемы на территории Союза независимых государств, экономические проблемы, он смог сохранить вот эту независимость белорусскую, он смог сохранить наше государство демократическим в отношении вот того, что произошло, вот этого коллапса Советского Союза. Самое прекрасное, что можно сделать в политике, обладать силой риторики и такой маневренностью, пытаться удержаться на двух паркетах совершенно разных популярностей по эмоциональному закалу и по каким-то внешнеполитическим целям остаться, вот как-то балансировать. И особенно вот Минск, как плацдарм для минских соглашений, для переговоров между Россией и Украиной, подтвердил еще раз и приезд лидеров Евросоюза и президентов на территорию Беларуси еще раз показал сигнал уважения и ценности, ценности вот этого качества дипломатического и возможности как-то помогать и быть посредником в решении достаточно тяжелого вопроса. Я думаю, что для политика это самый бесценный, это дипломатический дар или качество. То, как Запад смотрит на Беларусь, вот угол зрения изменился. Сейчас отношения переживают, можно сказать, возрождение. Да, есть, есть. Я с вами согласен, изменился. То, что он значительно улучшился, вы правы, значительно улучшился и опять заговорили о Беларуси, особенно в Евросоюзе. С Евросоюзом и с Америкой у нас очень большие сподвижки. Это нельзя не увидеть. Это только ура. А вот недавно в Беларуси завершились парламентские выборы. Какое впечатление у вас оставила эта кампания? Вы знаете, ничего особенного не заметил, кроме, повторюсь, наверное, это все и так видели двух независимых кандидатов, которые прошли, которые прошли в парламент. При этом, опять-таки, нужно порадоваться, что они появились, как факт. Это же хорошо, на этом-то все строится, должна быть дискуссия. Чем больше разных мнений, тем больше рождается правда. Поэтому чем больше разных людей, особенно профессионалов, с разных областей будут представлены в парламенте, и парламентская трибуна станет местом дискуссии, от этого выиграет и сама, назовем ее оппозиция, и сам парламент, и сама страна, и государство, потому что это только хорошо. Какими политическими технологиями можно было бы улучшить экономику? Это не политические технологии, это дипломатия. То есть, обо всем можно договариваться. Главное, правильно продать, преподнести свою точку зрения, это первое, и найти точки соприкосновения. Страна небольшая, имидж страны улучшается, мы очень близко географически находимся к Европе. Благо, у нас есть наработки и в IT, в сельском хозяйстве, и даже, исходя из географического положения, мы могли бы быть как какой-нибудь Лексенштайн или Люксембург транзитной страной. Ведь у нас всего лишь 9 миллионов населения, и мне кажется, нам не обязательно привлекаться к какому-то лагерю, а Беларусь могла бы существовать отдельным субъектом, сильно независимой, прекрасной страной с развитым, допустим, даже туризмом. То есть, в принципе, у нас есть, нам не нужны золото и алмазы, чтобы процветать. Одно наше географическое положение могло бы нам давать большие дивиденды. А, Виталий, а вы сами хотели бы пойти в политику? Думаю, да. Думаю, да, хотел бы. Но я и так, и так уже в политике. Но вы остаетесь за кадром? За кадром. У меня хорошо получается. Я знаю, что нужно делать. И пока я вот в такой набираюсь все больше опыта. И может быть, когда-нибудь он пригодится Беларуси. Виталий, спасибо большое за такое подробное интервью. Спасибо вам большое. Спасибо огромное.